На своем жизненном пути 9-летняя Соня Николаева уже встретила много препятствий. В раннем детстве девочка потеряла слух, но научиться петь и играть на фортепиано было мечтой. Воплотить ее в жизнь помогли преподаватели второй музыкальной школы Реотова. Моя сестра училась в музыкальной школе. Она на фортепиано играла, разные произведения. Я тоже решила, когда же стать моей сестрой. Я решила играть на пианино, еще петь и научиться играть на гитаре. Музыкой и вокалом Соня занимается уже три года. Свои навыки постоянно усовершенствует. Участвует в разных конкурсах и фестивалях. Успела заявить о себе не только в нашем городе. Например, совсем недавно выступала в Московском доме музыки, где сорвала овации. Соня оказалась очень трудолюбивой, очень упорной и способной. И поэтому, когда нам предложили поучаствовать, мы решили, почему бы и нет. Поучаствовали в одном конкурсе успешно, поучаствовали в другом конкурсе успешно. В общем, как говорится, развыступались. Разгастролировались, как нам сказал один педагог. А это 12-летняя Маша Гуреева. Ее талант, говорят педагоги, безграничен. Кроме того, что девушка поет, она играет на фортепиано и флейте. И это доставляет ей огромное удовольствие. Соната Бетховена и мелодия Бабаджаняна в списке любимых произведений. Их Маша ежедневно оттачивает на музыкальных инструментах, как дома, так и в школе. Вокал сейчас я учу. Новое произведение – это «Умывало красное солнышко», «Гляжу в озера синие». Я хочу стать преподавателем вокала, обучать детей с ограниченными возможностями, чтобы у них тоже появился какой-нибудь интерес к музыке, к вокалу. Девочка занимается уже четвертый год. И явные успехи, потому что это большой труд родителей, большой труд ребенка. И мы стараемся сделать все, что зависит от педагогов, все, что зависит от школы. Занятия со слабослышащими детьми проходят очень непросто, но терпение и труд все перетрут. Как говорят сами педагоги, находить общий язык с девочками помогают их родители. А вот нотная грамота для них ничем не отличается. Все точно так же, как и у обычных детей. Единственное, что мы можем помечать какие-то нюансы, которые более важны, яркими фломастерами, что-то подчеркиваем, какие-то ноты красного цвета мы делаем, синего цвета. Кстати, 26 сентября в МКДЦ состоится концерт в преддверии Международного дня глухих. Участие в нем примут и воспитанницы второй музыкальной школы Софья и Мария. Сейчас вовсю репетируют. Дарья Галакова, Алексей Золотарев для РТВ Субтитры создавал DimaTorzok